Здравствуйте! В эфире программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами Рязани и обсуждаем наиболее актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. Сегодня мы будем говорить о конкретном проекте, который, думаю, заинтересует многих горожан, поскольку этот конкретный проект связан с центральной улицей нашего города, улицей Почтовой. Городские власти наметили серьезный план ее реконструкции и благоустройства. Вместе с нами в студии главный архитектор Рязани Наталья Харибутова и депутат областной думы, известный общественный деятель, наверное, можно так сказать, Михаил Крылов. Добрый вечер, уважаемые гости. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, что же предусматривает проект реконструкции улицы Почтовой? Откуда, скажем так, он взялся, ну, точнее, взялась идея этого проекта? Ну, во-первых, я хотела бы напомнить всем нам о том, что традиционно улица Почтовая была связана неразрывно со всеми важными событиями в городе. Ни один праздник не обходился без мероприятий, которые связаны с улицей Почтовой. Поэтому для горожан это особое место. Согласно генплану города, это часть пешеходных, активной пешеходной оси, которая идет от Кремля и далее вдоль Лыбецкого бульвара. Так как это место важное, нам всем хотелось бы, чтобы оно было красивым и интересным. Поэтому проектом благоустройства, который был разработан в марте 2013 года, согласован главой администрации, предусматривается следующее. Во-первых, планируется выполнить мощение в современной тротуарной плитке, которая в цветовую гамму, которая увязана с окружающей застройкой. Плитка без фаски, крупноформатная. Она более удобная в эксплуатации. И надеемся, что это мощение существенно украсит облик улицы Почтовой. Второе, планируется выполнить по оси улицы Почтовой установку скамей, светильников, трехрожковых, установку малых форм архитектуры. Транспортное движение будет полностью с улицы Почтовой исключено. То есть она станет именно местом пешеходного движения. То есть, по сути, превратится в Рязанский Арбат. Ее и так называют Рязанским Арбатом. Но, скажем так, от московского варианта немножко отличается, и чего уж греха таить, в худшую сторону. А сейчас есть идея сделать ее, если не лучше, московского Арбата, то, по крайней мере, соответствующей. Я думаю, что для города Рязани это будет далеко не худшее место, а, скорее всего, это будет украшение центральной части города. Потому что если ко всему, что я уже назвала в отношении планируемого благоустройства, следует добавить, что будет установлено вертикальное озеленение, то есть это будет уютное камерное пространство, где можно и приятно посидеть, и пообщаться. Мы понимаем, что по зданиях улицы Почтовой у нас множество кафе, то это, в общем-то, более интерьерное, экстерьерное слияние досуга для граждан, когда пространство улицы, свои функции связаны с пространством интерьеров домов, которые создают периметр этой улицы. Я сейчас задам вопрос, который наверняка есть в головах у многих, скажем так, общественных деятелей. Вот проект реконструкции Почтовой не предусматривает ли случайно строительство высотных зданий? Ни в коем случае. Во-первых, любая застройка в центральной части города жестко регламентирована проектом зоноохраны объектов культурного наследия, где установлен определенный высотный регламент. Во-вторых, так как улица Почтовая насыщена памятниками архитектуры, каждый из которых имеет охранную зону, то никакого высотного строительства не может быть допущено на улице Почтовой. То есть ее исторический архитектурный облик будет сохранен, и проект никак на это не покусится? Ни в коем случае. Задача этого проекта максимально дополнить историческую среду, сделать ее более гармоничной, но ни в коем случае не наоборот. Наталья Вениамин, ну, сейчас мы уже в процессе нашего разговора показали зрителям тот эскизный проект, который существует. Я думаю, многие его смогли, что называется, оценить. Действительно, очень красивая картинка, но, насколько я понимаю, дело это все весьма дорогостоящее. Безусловно, бюджет города, нельзя сказать, что он настолько велик, и что его хватило бы, что он является достаточным для всего благоустройства, которое хотелось бы выполнить. Поэтому глава администрации пригласил предпринимателей города, владельцев помещений, зданий, которые находятся на улице Почтовой, принять участие в выполнении данного благоустройства. Будем очень надеяться, что такая помощь будет ими оказана. Потому что это не только задача города создать красивое, уютное пространство на улице Почтовой, но и в первую очередь это задача его жителей, не только власти. Ну, у меня есть небольшой рояль в кустах. Мы встретились с рядом лизанских предпринимателей и спросили, что они думают относительно того предложения, которое им поступило с администрацией. Думаю, что интервью, которое мы сейчас увидим, вас порадует. Ну, во-первых, мне очень бы хотелось, чтобы у нашего города было место, куда можно было всегда пригласить гостей. То есть те друзья, которые приезжают, было бы приятно показать замечательное, красивое место. Потому что, ну, по большому счету, всех, кто приезжают, друзья и знакомые, все увозят за город вместо того, чтобы показать красивое место и чтобы можно было им гордиться. Ну, мы занимаемся вообще ресторанным бизнесом, обеспечиваем питание в городе для наших дорогих гостей. Планируем мы помочь городу, ну, наверное, материально. Мы с пониманием отнеслись к предложению городских властей поучаствовать в проекте реконструкции улицы Почтовой. ТРЦМ 5 МОЛ расположен в Рязани, а улица Почтовая – это центральная улица города, где любят отдыхать многие рязанцы. Предложенный администрацией города проект показался нам интересным. Мы готовы принять в нем участие, окажем посильную финансовую помощь. Кроме того, М5 МОЛ готов участвовать в благоустройстве пешеходной зоны. Среди прочего, мы готовы приобрести добротные и удобные скамейки для Почтовой, о необходимости установки которых неоднократно высказывались жители города Рязани. Глава города Виталий Евгеньевич ставит очень правильные задачи перед нами. По развитию рекреационной зоны в центре Рязани. Не секрет, что у нас нет этой зоны, негде гулять. Задача северной компании войдет обустройство Лыбинского бульвара от улицы Горького до улицы Астраханской. В ближайшее время силами нашей компании будут возведены различные детские игровые комплексы, зоны отдыха для родителей. Надеемся, что Лыбинский станет действительно тем местом, где можно будет отдыхать, проводить выходные, гулять на свадьбе, встречаться с любимыми. Ну, вот такие вот интервью. Ну, получается, у нас вот с последним интервью, да, с северной компанией, у нас не только почтовый, но еще и Лыбинский бульвар в скором времени будет огорожен, облагорожен, и там уже работы, что называется, полным ходом идут. Здорово. По сути, действительно, такая большая рекреационная зона в центре города появляется. Да, на сегодня у нас следует отметить, что нуждается в благоустройстве не только улица Почтовая, но и те связующие элементы в виде проездов, пешеходных дорог, которые между улицей Почтовой и Лыбинским бульваром. Поэтому застройка и благоустройство в районе Лыбинского бульвара, оно, конечно, связано с улицей Почтовой. Если у нас будет выполнено благоустройство Лыбити, то эти две пешеходные связи, они более активно заработают. Планируется выполнить, благоустроить, выполнить в новых материалах не только покрытие на улице Почтовой, но и площадь перед Почтантом, организовав сходы и лестницы к Лыбинскому бульвару. Потому что сегодня мы все видим, в каком они состоянии, безусловно, их надо приводить в порядок. Ну что ж, итак, вернемся сейчас, собственно говоря, к улице Почтовой, вернемся к той помощи, которую городские власти ждут от предпринимателей, от арендаторов тех помещений, которые находятся на этой улице. Насколько я понимаю, в Рязани создается специальный фонд, фонд реконструкции Почтовой, возглавит этот фонд Михаил Крылов, депутат областной думы, известный рязанский общественный, творческий деятель, наверное, так можно сказать. Михаил Геннадьевич, как оцениваете, удастся ли вот этот проект реконструкции Почтовой сделать, ну, по-настоящему народным таким проектом? Ну, вы знаете, скорее всего, так и получится, и он действительно получится народным, потому что придется собирать средства на реконструкцию и от предпринимателей. Мы сейчас рассматриваем такой вариант, что, допустим, может быть, плитку купить себе, например, человек, где будет написано его имя и так далее. Много креативных идей, но, вы знаете, вот чисто внутренне я вот спокойно и я уверен, что мы соберем деньги и сделаем реконструкцию, это будет такая еще одна такая визитная карточка города, потому что все знают, что у нас, к сожалению, кроме красивого Кремля и музея Павлова, например, у нас вот приезжают гости, ну и сами люди, вот как-то сходить, маловато таких вот знаковых у нас мест, а улица Почтовая как раз это будет интерактивная визитная карточка, где постоянно будут какие-то происходить мероприятия. И, в принципе, моя задача наполнить, помимо реконструкции, наполнить творчеством эту улицу, где будут играть музыканты, где будет мастер-класс по лепке кувшинов, где будут представлять свои работы художники, выступать артисты и так далее, и так далее. Естественно, там будет очень много сувениров рязанских. Я думаю, что жителям это будет интересно. И если в итоге мы должны получить такой проект, который связан как раз и Кремль, связывает и Кремль, и вот эту зону, как Лыбедь, Почтовая, и я думаю, что еще мы будем продолжать эту тему. После реализации Почтовой Лыбеди, я думаю, что... Ну, давайте поговорим все-таки о творческой составляющей улицы Почтовой. Вот мы увидели ее в плитке, мы увидели ее в новом облике, пусть пока и на эскизе, да? С музыкантами, да. А дальше что? Музыканты добавятся. Кто еще? Что? Какие творческие, скажем так, планы существуют? Да, вы знаете, вот надо отдать должное Артемову, Виталию Евгеньевичу, который согласился отдать несколько помещений общей площадью примерно тысячи квадратных метров в разных зданиях на Почтовой под организацию не одного музея, а целого комплекса музеев. И я готов сейчас перечислить. Ну, во-первых, у нас есть огромная коллекция фотографий Евгения Коширина. Это старая Рязань, которой уже не будет никогда, ее надо представить. И это огромные фонды, бесценные. Будет музей фотографий на основании коллекции Евгения Коширина. На Почтовой? На Почтовой. Дальше. Будет литературный музей на основании Есенинской коллекции Вобликова. О чем вот искусствоведы давно уже говорят. Он у нас был когда-то, Есенинский музей. Ну, потом по обстоятельствам он исчез, но фонды остались, и их можно выставить. У нас много пишущих людей, творческих. Это все надо показывать, это все надо сохранять. Дальше. Там же будет музей путешественников. Не путайте с музеем Загозкина, который находится. Там, где дом Загозкина, который сейчас будет расселяться, и там будет музей именно Русской Америки. А здесь, на Почтовой, будет музей путешественников. Ну, например, я назову такие имена. Семенов-Тяньшанский. Это Средняя Азия, озеро Иссыкуль. Потом Мельник, подводные исследования. Маврин, воздухоплавание. Гумилев, Центральная Африка, и плюс он еще как поэт будет представлен. Кошаров. Это во времена Петра Первого и Никитина. Это пешеходные, скажем так, путешествия. Он ходил в Испанию, в Северную Африку. Всего в Рязани 22 путешественника. Надо об этом рассказать, надо память оставить. И также еще планируется так называемый Центр современного творчества. Очень много художников, фотографов, творческих людей, музыкантов, которые хотят свое творчество показать. Но, к сожалению, нет такой площадки, где бы можно было это все показать. Ну, во-первых, это будет непосредственно сама улица Почтовая в летний период времени. А зимой как раз необходимо какое-то помещение, где будет интерактив. Где будут происходить какие-то встречи, мастер-классы и так далее, и так далее. То есть мы уже рассматриваем улицу Почтовую не только на летний период, но и на зимний. То есть у нас зимой, например, возможно будет мини-каток. Как это сделано в европейских городах. Будут поставлены такие теремки, где можно будет попить из самовара, например, чай с бубликом. Может быть, глинтвейн безалкогольный. Ну, какие-то вот такие вот события, которыми будет наполнена улица. И когда у людей возникнет ощущение, что у них есть 3-4 часа свободного времени, они даже задуматься не будут, куда им пойти для создания хорошего настроения. Ну, на самом деле, вот то, что вы сейчас нарисовали, и вы, Наталья Вениаминовна, и вы, Михаил Геннадьевич, это просто супер, на мой взгляд, как для жителя города, как для коренного рязанца, который любит эту улицу, у которого там с ней связаны определенные воспоминания. И действительно, это здорово, если все это получится реализовать. А вот в какие сроки? Вот на сегодняшний момент, когда большую лужу не удается перепрыгнуть одним прыжком, необходимо положить кирпичики. Вы знаете, сейчас сложно прогнозировать, насколько интенсивно деньги будут поступать в фонд, насколько люди откликнутся на такую идею благородную. Я думаю, что по мере поступления мы будем корректировать, естественно, с администрацией города вот эти вот планы. Потому что вообще хорошо бы, конечно, сделать один раз реконструкцию в этом году, например, к Дню города, как мэр сказал, что хорошо бы ко 2 августа, к Дню города, уже сделать реконструкцию, устроить там хороший фестиваль уличных музыкантов, который уже стал популярным и традиционным. Вот я, знаете, я с очень большим позитивом и надеждой смотрю, что в этом году мы сделаем реконструкцию, а насчет творческого наполнения тоже. А что же, я благодарю вас, я благодарю наших гостей. Михаил Крылов, депутат Лизанской областной думы, скажем так, идейный, один из идейных вдохновителей наряду с лизанским мэром Виталием Артемовым проекта почтовой и главный архитектор нашего города Наталья Харибутова. И, наверное, благодарю и призываю предпринимателей откликнуться. Действительно, в центре Лизани может появиться очень притягательное место. Это была программа «Лицом к городу». До встречи в эфире на следующей неделе.